Ко очереди на почте моя не подошла, запишу еще один ролик. Я разместил сегодня видео о том, что сказал, что деньги на расчетном счете есть хорошие, что к нему рвутся наши недоброжелатели, и ваши тоже, я уважаемые датчики уверяю, это ваши недоброжелатели тоже. И тут под моим видео оставила комментарий одна гражданка, супруга одного из недоброжелателей, вот это поворот типа того, месяц назад еще денег не было, вы собирали там файлы черновики, черновики не собирал, бумагу собирал, да, уважаемые садоводы. Деньги есть, но я не то что побираюсь, я прошу вас в целях экономии, в том числе на констоварах, расход которых у нас в 23-24 году был колоссальный, очень много бумаги закупалось, очень много файлов, там и скобы для степлера, и ручки, и прочее, и на картриджи тратились, там из-за судов и подготовки прочих документов. У нас по констоварам расход большой, поэтому я и прошу и дачников, если у кого есть возможность, констовары несите нам, бумагой нас завалили, спасибо, вот файлы уходят один за другим, ручки шариковые, тоже уходят вместе с дачниками, которые подписывают заявления, там и акты подписывают, да. И я еще прошу обработку, вот девушка, которая, женщина, которая оставила комментарий, типа того, деньги есть, а вы спрашиваете с дачников отработку, отвечаю, отработку официально по безналу не купишь. Я не собираюсь за свои деньги покупать то, что мы можем получить для наших садоводов, а тех же садоводов бесплатно, то, что они выкидут, да, отработка нам нужна, очень большое количество литров у нас расходуется ежегодно на ремонт дороги, даже небольшой ремонт дороги требует большого количества отработки, потому что чем больше масла, тем лучше асфальт лежит. Другие дачники могут нам задвижки предоставить, кто-то может услугами оказать, там за видеонаблюдением присматривать, профилактику проводить и прочее, прочее, прочее. Да, спрашиваю, прошу, побираюсь, в целях экономии денег по смете. Спасибо вам. А дачнице пускай будет стыдно, они ни копейки не несли, не помогли, не оказали помощи товарищу, только берут и потребляют.